Ветер В ютюбе просмотрены сотни видео о устройстве лодок, их выборе, правилах и приемах хождения под парусом и, конечно, видеоблоги разных путешественников. Конечно же, я тренировался вязать узлы, изучал названия, чем отличаются палы от шкотов, концы, веревки. То есть, как бы все это мне было уже знакомо к началу обучения. По разным причинам была работа, семья, какие-то дела постоянные и я никак не мог попасть в яхт-школу для полноценного обучения. В Новороссийске были 10-дневные курсы и, несмотря на прохладное время года ноябрь месяц, утеплились, делили специальную яхтную одежду и вполне нормально занимались, там было гораздо теплее, чем в Москве. Стоимость курсов приятно удивила. Вместе с перелетом мне курсы обошлись в районе 65 тысяч рублей. В сравнении Таиланд, который мне ответил, который я очень хотел поехать учиться, ну, красиво там острова, там вокруг островов все эти тренировки проходят, красиво море, Адаманском заливе. Но у них стоимость обучения стоила 1200 евро, плюс перелет, плюс то все, ну, в общем, это выходило раза в два на круг, явно дороже. Ну, и как-то они мне не ответили, то есть вот, как бы, и не заработали на нем. Много о процессе обучения. Первый день был сбор учеников, всякие заполнения бумаг, подготовительность, заселение на лодку. Ну, немножко мы потренировались там делять. Каждый день с утра до обеда у нас была теория, и после обеда мы практиковались. Сначала мы там отходили, подходили к причалу, швартовались, ставили лодку на муринге, на якорь, бросали якорь, потом начали выходить в залив, что-то там под мотором тренировали, всякие повороты, движения, хождения. Параллельно отрабатывали там всякие знаки МАМС, смотрели, как они там, что чему соответствует, опознавали, обходили их с нужной стороны. Были походы в соседних городишках, где отрабатывали швартовку бортом к причалу, немножко хождения по морю, спасение упавшего за борт, бросали жилет, и надо было сделать маневр рулевому, рулевому, а команда там подбирала этот жилет. Это произошло в таком быстром темпе, что, видите, я немножко запинаюсь, какие-то термины, какие-то понятия, какие-то навыки успели подзабыть. Очень здорово, что непонятные моменты объясняются кэпом, рассказываются, я их повторяю, и это закрепляется на практике еще лучше, чем было приятно. Я уже практически отработал, можно сказать, почти до автоматизма, по крайней мере, я знаю, как это делать, постановку на якорь, проверку якоря, в общем, рулевой, так и носовой, то есть я могу и там, и там работать, ставить лодку на якорь. Ну, как бы, эти знания были получены по-быстрому, и после школы я как-то, я бы не сказал, что я уверен владел этим навыком, сейчас я более уверен. В нашей договоренности с кэпом я не просто матрос, а еще помощник по, как бы, поддержанию лодки в рабочем состоянии и ремонту некоторых узлов, потому что лодка, хоть и в отличном состоянии, но она не новая, и периодически что-то надо менять. И вот так мы уже там работали с антеннами, меняли кабель АИСа, значит, подключали кабель радара, сейчас кэпом соображает хорошо в программировании, пытается все это подключить с помощью нового софтвайра, чтобы можно было пользоваться на всех девайсах, не только там на специализированных мониторах, но и на кабинетах. Ну, чего не было в школе, ну, то есть там было, конечно, общее устройство лодки, каких-то узлов, то есть, ну, все это настолько голубым по Европам, и практически было теорией, то есть, естественно, ремонтом лодки на учебе не занимались. Здесь, копаясь иногда в каких-то узлах, что-то ремонтируешь, что-то просто приводя в порядок, смазывая, то есть я лучше узнаю устройство лодки, и впоследствии, когда будет своя лодка, я буду знать, что делать, какие запчасти иметь под рукой. То есть это очень полезный навык. Мы отрабатываем навыки хождения под парусами, значит, вообще стараемся по максимуму ходить под парусами, только в какие-то безветренные бухточки. Заходим на моторе. Уже сделали несколько переходов с Гренады на Курику, остров, Сандир Айланд. Там приходили различные бухточки, обошли вокруг весь Юнин Айланд, несколько бухт, покатались там с кайтами. Сейчас находимся на острове Моро, это следующий за Юнин Айландом, остров в цепочке Гренадина. Катаемся здесь с кайтом, кушаем, ныряем, ухаживаем на лодке, приходится сталкиваться с приборами навигации. Значит, тоже уже появляются какие-то понятия, которые были в школе получены, ну, честно говоря, поверхностно, и не совсем запомнил. Вот здесь все это вот так вот, повторяя каждый раз при каждом переходе, как какими курсами идти, как рассчитать курс. Ну, честно говоря, картами бумажными мы здесь не пользуемся, не пользуемся, электронными, разумеется. Ну, тоже очень полезный навык, как рассчитать маршрут, как обойти мели, как следить во время вхождения под парусом, там, за состоянием дна. То есть в разных местах оформление лодки немножко отличается. Вот, но до сих пор как-то вот, что на Гренаде выход с порта и клиренс, кинишные оформления бумаг уже на покидание этих вод. Вот, и на Юнин Айланд прибытие, естественно, оформление там виз лодки в аэропорту это делалось. Значит, очень интересно понимать эту процедуру, понимать, как это происходит, где это делается, где это смотрится, на каких сайтах. Ну, и, в принципе, вообще сами якорные стоянки, они тоже отмечены на разных картах, с разными, там, пояснениями. Но, когда ты видишь это воочию, видишь, как, где, что происходит, то есть я для себя уже потихоньку составляю карту яхтных стоянок на будущее. Если я пойду в этот регион, я буду знать, где лучше, ну, мне хотелось бы, в лучших местах, более красивых, более тихих, где лодку не колбасит, не сильно загруженных, где рядом кайт-споты. То есть тоже очень много полезных. Ну, на этом пока все. В следующих видео я более подробно буду рассказывать о посещенных нами островах, о стоянках, о кайт-спотах. Всего доброго. С вами был Дэн Электросмей.